Я житель Хутор-Николаевского, Дима-Николаевского района. Но нам нужна дорога. Подъездная дорога к Хутору сейчас грунтовая, и в дождь по ней не проедешь. В районной администрации и областном Минтрансе о проблеме знают. Решение обещают уже в этом году. По Хутору-Николаевску эта дорога действительно имеет протяженность чуть менее 600 метров, 681 метров. Проектно-словная документация имеется. Уже заключен контракт с подрядчиком. Так что по асфальтированной дороге хуторяне поедут уже в середине лета. Учитывая, что деньги выделены, я вот смотрю по моей информации, 10 миллионов 800 это стоит, да? 10 миллионов 800. До 16 июля работы должны быть завершены, до 1 августа доклад губернатору. С похожим запросом обратились жители поселка Мокрый Батайка Гальницкого района. Поселок растет, улиц все больше, но асфальтировано меньше половины. И денег на твердое покрытие у местных властей сейчас нет. Губернатор предлагает заняться в этом году проектно-сметной документацией, чтобы в 2019 была возможность деньги в бюджете предусмотреть. Я прошу вас по текущему году качественно выполнить работы по содержанию. И давайте посмотрим по ПСД. Если мы ПСД сделаем, ну, заявимся на следующий год. В Доме культуры Заветинского района к отопительному сезону появится модульная котельная. На нее потратят почти 5 миллионов рублей. Деньги губернатор направил из резервного фонда. Также в этом году газифицирует район Гуково, поселок шахты Антрацит. Решение каждого вопроса интерактивного приема на личном контроле главы региона. Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.